Скажи-ка, дядя, ведь не даром. Эти легендарные строки с произведения Михаила Лермонтова накануне звучали в городском музее и не случайно. Там открылась выставка и вечная память у 12-го года, посвященная той войне. Подробности далее. Элегантные дамы, галантные кавалеры. В городском музее сегодня все было под стать теме выставки. Война 812-го года стала одной из ярчайших страниц русской ратной истории. Именно ей посвящена экспозиция, которая распахнула сегодня двери в МВЦ. Да, были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя. Богатыри, не вы. Плохая им досталась доля. Не многие вернулись с поля. И будь на то Господня воля, не отдали к Москве. Привез в город эту выставку Краеведческий музей. Она посвящена 200-летнему юбилею войны 812 года и 125-летнему юбилею самого музея. И в этот наш юбилейный год мы отмечаем новыми делами, новыми выставками и новыми проектами. И вот в рамках нашего передвижного музея в Железногорск мы привезли очень патриотическую, очень своевременную выставку, которая напоминает нам одну из ярчайших страниц нашей истории. Ту страницу, которой мы гордимся и которая не померкнет в веках. Точкой отчета экспозиции стал вот этот документ. Патент военнослужащего французской армии с личной подписью Наполеона. Это своего рода офицерское удостоверение. Здесь воинское звание, битвы, в которых участвовал офицер, полученные ранения. Визировал тогда документ первый военный министр Франции, коим Бонапар тогда и являлся. Свою лепту внес игорно-химический комбинат. На его деньги музей смог пошить мундиры солдат русской и французской армии. И оказалось, усилия были потрачены не зря. Когда приходила молодежь на экскурсии, были аплодисменты после экскурсии. Аплодисменты не экскурсоводу, а тому событию, о котором шла речь. Всегда посетитель выходил с чувством гордости за то отечество, в котором он живет. Теперь есть шанс прикоснуться к этой великой истории и у железногорцев. Выставка приехала к нам на целый месяц. Так что найдите время и откройте для себя что-то новое о тех ратных подвигах. Ну да.